Наталья, мама ребенка-колясочника, сегодня за круглым столом вместе с представителями других общественных организаций инвалидов, а также Фонда социального страхования. Рассказывает обеспечение тех средствами. Всегда было проблемой. Раньше по закону те же коляски закупали массово по госконтрактам. Порой без учета пожеланий самих людей, так что многие ими даже не пользовались. Верит, что сертификаты ситуацию исправят. Если будут, конечно, адекватные суммы зачисляться на этот, я могу пойти в тот магазин, где продается хорошая коляска, которая подойдет, допустим, моему ребенку или там человек уже взрослый с инвалидностью. Он может выбрать то, что действительно ему подходит. Почему я с костылем? Как раз потому, что если бы была хорошая коляска, ту часть нагрузки, которую должна брать коляска на себя, я брала, ну, за место нее я брала на себя. Сумма сертификата зависит от правильности заполнения индивидуальной программы реабилитации. И вот тут люди очень надеются, что все ответственные за это структуры будут работать сообща. Кстати, внедрять сертификаты начали уже в конце прошлого года. Оформить их можно в Алтайском отделении Фонда социального страхования или через портал Госуслуг. Выпускается сертификат через пять дней после подачи заявления. С использованием электронного сертификата можно приобрести более 90 наименований технических средств реабилитации, среди которых кресла, коляски, трости, опоры, поручни, ходунки и другие. Более подробные перечени можно также с более подробным переченем ознакомиться на портале государственных муниципальных услуг, либо в каталоге технических средств реабилитации на ktsr.pss.ru. С сертификатами сейчас работают филиалы московского протезно-ортопедического предприятия в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Славгороде. Им пришлось немного перестроить свою работу. Нужно было устанавливать новые кассы. Сотрудники все обучились, тесты все прошли, поэтому никаких замечаний, никаких сложностей на сегодняшний день нет. Инвалиды уже приходят и приобретают техсредства, и обувь в том числе. Сделать это можно и онлайн в известном маркетплейсе. Эксперты считают, что электронный сертификат сейчас самый перспективный из трех механизмов получения средств реабилитации. Хотя массовые госзакупки и получение компенсации за самостоятельно приобретенную технику тоже можно использовать. Но скорее всего предпочтение инвалиды будут отдавать все-таки электронным сертификатам. Как раз электронный сертификат задуман для того, чтобы можно было покрыть индивидуальные особенности. То, что нужно и на человеку. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Татьяна Голубева. Татьяна Голубева